На стадионе Кирова до сих пор гордятся. Именно здесь, на самой большой спортивной площадке города, 60 тысяч посадочных мест провели главные церемонии игр. Открытие и закрытие футбольный матч сборных России и мира. Здесь бережно хранят флаг с символикой соревнований и живут воспоминаниями о грандиозном дожде в последний день и грандиозном ремонте. В 94-м здесь доминили деревянные скамьи на пластиковые стулья, уложили новые дорожки и привели в порядок поле. 10 лет больше ничего и не делали. Спорт на стадионе лишь 4 месяца в году, футбольный сезон. В остальное время арена как бычки в томате законсервирована. Стадион 50-го года рождения сегодня готовится стать акционерным обществом. К слухам о том, что его и вовсе скоро снесут, уже привыкли. Слишком много желающих построить на полях элитное жилье. Но все-таки реконструкция главная мечта старожилов. Аналоги есть в мире, в частности в Канаде, в Торонто. Крытый стадион на 52 тысячи зрителей, где крыша за 45 минут раздвигается в стадион. Золотой призер игр доброй воли на 200-метровке Андрей Иванов на Олимпиаду в Афины не едет. В отборе пришел третий. Но форму поддерживать нужно. Дорожка в открытом бассейне на Ржевке всего лишь 25 метров. Но летом тренироваться в городе больше негде. Все прочие емкости закрыты на ремонт. Тренироваться можно только, если ты в составе сборной команды России, по идее, ты можешь где-то плавать, а так нет. Вот тут на 25. Ну да, но это чудо, что этот бассейн работает еще. В 94-м плавали в бассейне СКА. В те годы Андрея еще называли подающим надежды. Спустя 10 лет он вспоминает свое неожиданное золото, новое электронное табло и мутную воду. Намудрили системой хлорирования. Кто-то из коллег даже отказался от прыжка. Но соревнования решили не отменять. СКА ремонтируют каждое лето. Бассейн до сих пор считается одним из лучших в России. Но соревнования международного класса ему все равно пока не потянуть. Уже не разрешат, я думаю, здесь. Потому что, кажется, по мировым нормам, стандартам, в бассейне должна быть как минимум чаша демонстрационная, да, где соревнования идут. И чаша для откупования. 25 метров должно быть еще где-то. Столкнули! За соревнованиями по гребле в 94-м Сергей Поздеев наблюдал с берега. В те годы мастер международного класса он возглавлял отдел в спорткомитете. Решал, что делать с гребным каналом, который не подходил по международным стандартам. Четыре дорожки вместо восьми и всего километра вместо двух. Впервые за всю историю гребли разрешили сократить длину классической дистанции. На строительство новой дорожки у города попросту не было ни денег, ни времени. Сегодня грести в Петербурге по-прежнему негде. Даже на Неве тесно. Катера стоимостью за миллион евро, они уже нередко в Санкт-Петербурге. И все они, это в общем-то корабли. И все они считают нужным продемонстрировать себя на акватории Невы и Невки. Волна, которую они дают, практически не дает возможности заниматься греблей ни новичкам, ни ветеранам, ни профессиональным спортсменам. СКК в 94-м принимал игровые виды спорта. Этот синий занавес делил зал на четыре части. Здесь ностальгию вспоминают финансовый дождь, мечтают о новом покрытии и о новом табло. На этом можно лишь с трудом набить фамилии игроков и иногда счет. Это дорого, конечно. Одно табло в полтора миллиона рублей, второе в полтора миллиона долларов и два небольших табло. Вот там, ну, они, наверное, по 500 тысяч долларов. С той стороны, у малой трибуны. Николай Скляренко согласился на должность директора стадиона Петровский полгода назад, а потом едва не передумал. Но долги уже в прошлом, этим летом здесь впервые ремонт. Ходить по старым лестницам было попросту опасно. Следы реконструкции 94-го года заметны. Правда, здесь следили чуть лучше, чем везде. В Петровске уже давно домашняя арена «Зенита». Положению в лиге нужно поле в приличном состоянии. Скоро здесь поставят новые колонки, так, чтобы не закрывали обзор. Скляренко планирует на годы, но понимает, городу нужен новый стадион. Новая футбольная арена требует и подъезда автотранспорта, и парковки, и прохода зрителей удобные. То есть весь комплекс, который островное расположение Петровского не позволяет сделать. А еще в 94-м долго не могли заморозить лед в юбилейном для соревнований по шортреку. Тяжело и со скрипом принимали велосипедную трассу. Она проходила как раз здесь, по проспекту Добролюбова. Асфальт, кстати, сохранился не лучше спортивных площадок. Ремонт потребовался едва ли не на будущий год. Скоро председатель городского спорткомитета Шитарев улетит в Афины. Кроме спорта, там будут говорить и о политике. Россия мечтает о проведении Олимпиады в 2012 году. В этом случае Петербургу придется принять некоторые виды спорта у себя. Господин Шитарев знает, при таком состоянии объектов это всего лишь утопия. До реальности еще далеко. Нам нужен стадион обязательно для игровых видов спорта. Раз. Нам нужен бассейн. Два. Нам нужен стадион для легкой атлетики. Обязательно. Три. Вот эти хотя бы минимум три объекта такого олимпического уровня, они должны быть в городе. В 94-м году игры Доброй Воли называли событием, в который никто не верил. Спустя 10 лет это уже история. И до сих пор самое яркое шоу в жизни Петербурга спортивного. Ася Емельянова, Георгий Фоменко, Алексей Гребенков и Галина Роменская. Вести недели Петербург.